Новосибирские инженеры разработали аппарат для пациентов, которые перенесли инсульт. Комплекс поможет быстрее восстановить навыки ходьбы. При этом его стоимость может оказаться в два раза меньше, чем у зарубежных аналогов. Сейчас разработчики ищут инвесторов. Комплекс Гермес – это управляемое компьютерным устройство. Весит оно около 200 килограммов. Конструкция состоит из подвижных платформ. Их прикрепляют к ступням и игольням пациента. И вертикальной площадке она похожа на спинку кресла. В специальную программу вносят данные о весе человека и другие важные параметры. Она и управляет установкой. Машина по заданной программе выполняет соответствующие движения, которые имитируют тот или иной вариант ходьбы. И постепенно человек, вспоминая, обретая двигательную функцию, мы можем сначала просто полностью как куклу им двигать. Затем, уменьшая разгрузку, то есть уменьшая тот вес, который мы снимаем с человека, он будет все более и более естественно двигаться на этой платформе. Комплекс разработали инженеры Новосибирского технического университета. С его помощью можно восстановить навыки ходьбы в два раза быстрее. Во многих случаях период реабилитации сокращается с полугода до нескольких месяцев. Подобные машины на рынке уже существуют. Но у Новосибирской есть преимущества. Она позволяет ассистировать человеку в широком спектре движений, в подъеме по лестнице, в перешагивании через препятствия, в повороте, впоследствии, может быть, даже в легком беге. Механическую систему разработчики испытывали совместно с врачами Бердского реабилитационного центра и клиники движения. Они подтвердили, комплекс позволяет восстановить двигательные функции после инсульта и травм. Аппарат на себе испытали инженеры. Ощущения необычные, результатами довольны. Машина тебя разгружает, имитирует ходьбу. Не хватало только ощущения прогулки по, допустим, улице или где-то. Ты идешь по городу, а не в комнате. А в целом, то есть полное погружение. От тебя ничто не зависит. Машина все делает за тебя. Тебе нужно только насладиться прогулкой. Для создания одной такой машины нужно около трех миллионов рублей. Это в два раза дешевле импортных аналогов. Но пока единственный аппарат лежит разобранный. Сейчас инженеры ищут инвесторов, чтобы наладить производство. Анна Протоковила, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.